Хочу сегодня показать, как разводили огонь в Средневековье. Как вы знаете, ни спичек, ни зажигалок не было. То есть, один из способов, которым пользовались наши предки. Кресало, кремниевый камень и пережженная ткань. В этой кузне разводят огонь по старинным технологиям. Мастер-классы по основам древнего ремесла здесь проходят часто. Сегодня член Союза кузнецов России Михаил Радкин показал гостям приемы ручной ковки сувенирной подковы. Занимаюсь я, наверное, где-то с 90-х годов. То есть, это уже достаточный срок. Учились, начинали учиться, скажем так, самоучками. Потом в фестивале, мастер-классы. Ну и, соответственно, потом уже появился интернет. Гораздо проще. Обмен информацией. Кузнецы под открытым небом – это совместный проект местных жителей и органов власти. Крестьянская утварь, мечи, доспехи. Самый древний экспонат – наковальня XIII века. Ее кузнецы ласково называют «цыганочкой» из-за относительно небольшого размера и легкой транспортабельности. Музей Рязанская Крица открыли еще в 2021 году. Тогда мастера кузнечного дела Михаил Радкин и Александр Чуркин и решили объединить свои усилия, чтобы вместе передавать технологии древнего ремесла рязанцам. Кстати, работают маститые кузнецы вместе со своими сыновьями. Кончик такой, видишь, красивый получается. Со мной работает сын. Проводим мастер-классы с детьми. До этого мы провели мероприятие по ручной ковке с детьми многодетных семей. Дети, родители которых на специальной военной операции. В основном мы всегда с детьми работаем. Оторвать их от гаджетов, от компьютеров, почувствовать, что такое ручной труд. Мы с ребятами сюда приходим и постоянно смотрим, как работают. Ребятам дают попробовать. У них горят глаза. Они понимают, что такое профессия. Очень важно, что приходят семьями. У нас даже есть некоторые люди, которые династийные. У них там дедушка, например, был кузнец. И уже маленькие дети очень к этому так серьезно относятся. Не то, что они пришли паковать какой-то там гвоздик, а прям, что это тоже относится к их династии очень гордо. Вместе с общественной инициативой комитета ТОС по благоустройству территории в поселке Конищево проект «Кузнецы под открытым небом» победил в городском конкурсе местных программ по развитию региона. И теперь участвует в областном отборе. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».